А не пора ли нам, доктор, закурить наши трубочки, а? С удовольствием! И сыграть маленькую партию в домино! Пройдем в мой кабинет с удовольствием! Что может быть приятнее, чем сидеть вечером у огонька с книжкой в руках, когда ветер шумит за окном? О, да! Нисходя с места, путешествуешь по дальним странам, словно видишь их. И часто кажется, что под одеждой героя бьется твое собственное сердце. Я особенно люблю стихи. По-моему, они нежнее прозы. Да, но в конце концов стихи утомляют. Я, наоборот, люблю романы, которые пробегаешь одним духом. Страшные. Я ненавижу обыденных пошлых людей, умеренные чувства, с которыми сталкиваешься в жизни. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Полночь. Да. Прошлое воскресенье вы так хорошо рассказывали о своем детстве. Все это время я представлял себе ваш маленький деревенский домик. Пчел, которые кружились под вашими окнами, ударяли со стекла, как упругие золотые шарики. Как бы я хотел знать все-все, что касается вас. Но моя жизнь так скучна. О, нет. Напротив. Уверяю вас. Когда мне исполнилось 13 лет, отец отдал меня в пансион. И там, в монастыре, я провела всю свою юность. И вам не было грустно вдали от городской жизни? О, нет. Напротив. Я очень любила монастырь. Его теплоту, запах ладана, бледные лица монахини с четками в руках. Когда кончалась служба и гасли последние свечи, я пряталась в самом темном углу церкви и, стоя на коленях, подолгу мечтала. О чем? О многом. Больше всего о своей будущей жизни. Она представлялась мне прекрасной, полной самых необыкновенных событий, полной бурь, ураганов, совсем не похожей на ту, какой она оказалась в действительности. Разве вы не были счастливы? Я перенесла много разочарований. Когда умерла моя мать, отец взял меня из пансиона. Боже мой! Когда я снова вернулась в деревню, у меня было такое чувство, будто я упала с облаков на землю. Мелкие люди, ничтожные интересы. Я чувствовала себя очень одинокой. Мне было так грустно. Вскоре я вышла замуж. Мы переехали в Тост, потом сюда. Вот и вся моя жизнь. Неужели же в вашей жизни не было ничего исключительного? Нет. Впрочем, однажды, это было в октябре прошлого года, в моей жизни произошло нечто необычайное. Мои мечты как бы превратились в действительность. Мы были приглашены на бал к маркизу Дан-Дорвилье. Дан-Дорвилье? Да. Он был пациентом Шарля. Когда мы приехали в замок, мне показалось, что я попала в прекрасный сказочный мир. Но, увы, это длилось недолго. Через три дня мы вернулись в Тост. Жизнь вошла в свою колею. Остались только воспоминания. Субтитры создавал DimaTorzok Какой красивый вальс. О, да. Не правда ли? Этот вальс я танцевала с маркизом. Ой, это было чудесно. Мы начали медленно, потом кружились все быстрее, быстрее. Все кружилось вокруг нас. Люстры, хрусталь, люди. Эти воспоминания волнуют вас? О, нет. Это было так давно, как далекий-далекий сон. О, как поздно. Однако мы заболтались. Доброй ночи, Мусе Леон. Благодарю вас за прекрасный вечер. Шарль, Шарль. Уснули. Шарль, идем, уже поздно. Я здесь, моя кошечка. Иду, иду. Идем. Да, уже поздно. Мусе Леонидович, до приятного свидания. Этот воскресный вечер оставил глубокий след как в сердце Леона, так и в сердце Эммы. С этого дня они стали встречаться, гуляли вместе на берегу реки, сидели в беседке, и Леон читал вслух. Их тянуло друг к другу. Но Леон смутно чувствовал пропасть между собой и Эммой. Утомленный этой безрезультатной любовью, он мучился, принимал энергичные решения, писал и тут же рвал письма. Позорная молодушия. Никогда у меня не хватит мужества сказать ей о своей любви. Она так чиста, так невинна. На нее надо молиться, как на Мадонну. А я... Нет. Кончено бежать. Бежать, уехать в Париж. Забыться. Сегодня же напишу матери и добьюсь ее согласия. А между тем, Эмма тоже была влюблена в Леона. И в то время, как молодой человек уходил в полной безнадежности, он не знал, что Эмма вставала, чтобы увидеть его еще раз из окна. Леон. Леон. Как он был красив сегодня, когда стоял в саду и смотрел на облака. Лицо его было так бледно. Уж не влюблен ли он? Но в кого? Да в меня же. В меня. В меня. Он любит, меня любит. Я это знаю. Я это вижу в каждом его движении, в каждом его взгляде. Може мой, если бы наше счастье было угодно небу, если бы я могла... Нет, нет. Это безумие. Это невозможно. И он. Он никогда не осмелится. Он понимает, какая пропасть лежит между нами. Боже мой, что же мне делать? Что же мне делать? Никогда я не была и не буду счастлива. Никогда. Как не откладывал Леон свой отъезд, день прощальных объятий наступил. Проводить молодого человека собрались аптекарь Оме и Жустен. Оставив их у коляски на площади, Леон быстро сбежал по лестнице к Эмми. Я позволил себе перед отъездом зайти к вам еще раз проститься с вами. Я знала, что вы придете. И все, Баварии нет дома? Нет. Его нет. Будет дождь. У меня плащ. Ага. Прощайте. Да. Прощайте. Пора. Ну, по-английски. Прощайте. Уехал. Леон. Леон. Единственная радость. Единственная надежда на возможное счастье. Леон. 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 Для Эммы начались мрачные дни. Все кругом казалось ей покрытым какой-то черной атмосферой. Эмма похудела, щеки ее покрылись бледностью. Большие глаза, плавная поступь, Всегдашняя теперь молчаливость. Не казалось ли, что эта женщина проходит сквозь жизнь, почти не прикасаясь к ней? А между тем западающим прямыми складками платьем скрывалось потрясенное, растерявшееся сердце. И в этот трудный в жизни Эммы момент в Йон-Вилле появилось новое лицо – помещик Родольф Буланже. Опытный сердцеед, он сразу оценил молодую женщину, романтическую настроенность ее души и повел настойчивую атаку. И Эмма с ее неудовлетворенной жаждой счастья и красоты быстро попалась в расставленные сети. Связь с Родольфом кончилась с катастрофой. Эмма, которую все больше тяготила семейная жизнь, обман, предложила Родольфу бежать с ней из Йон-Вилля. В день предполагавшегося отъезда Эмма получила письмо Родольфа. В туманных выражениях, обвиняя во всем рок, Родольф просил забыть его и сообщал, что уезжает. Эта катастрофа сломила Эмму. Три месяца она боролась с нервной горячкой. Но время шло. Жизнь Эммы постепенно входила в свою корею. Теперь Эмма считала себя еще несчастнее, чем раньше. У нее появилась уверенность, что ее горю не будет конца. Она впала в мрачную, оцепеневую безнадежность. Молчаливость Эммы и ее состояние беспокоили Шарля. И вот по совету Оме он решил развлечь жену и отвезти ее в театр в Руане, где в то время гастролировал известный тенор Лагарди. Субтитры создавал DimaTorzok «Лючи и ла Мермуд», «Лагарди», «Опера». Эмма вновь попала в атмосферу книг в своей юности. Она отдавалась колыханию мелодий. Она ощущала, как вибрирует все ее существо, словно смычки ходили по ее нервам. Лагарди великолепен, не правда ли? Да, мне сейчас тоже начинает нравиться. Я только не совсем понимаю сюжет. Почему этот господин в плаще преследует Лючию? Боже мой, да он вовсе ее не преследует. Это ее любовник. Любовник? Тогда почему же он клянется отомстить ее семье? Ты ничего не понимаешь. Музыка мешает. Нельзя разобрать слова. Замолчи, Шарл. Да. Знаешь, кого я встретил внизу, когда покупал программу? Кого? Нашего юмвильского клерка, месье Леона. Леона? Да, представь себе. Он сказал, что непременно придет в антракте в ложу поздороваться с тобой. О, это, наверное, он. Входите, Мселеон. Мадам. Месье. Счастлив снова встретиться с вами. Вы в Руане? Да, около трех недель. Надолго? Я приехал сюда на два года с тем, чтобы приобрести опыт в местных судебных делах. Мог ли я думать, когда шел сегодня в театр, что встречу здесь вас? А вы стали выезжать? О, нет. Сегодняшний вечер – исключение. Я была немного нездорова, и врачи предписали мне развлечься. Вы были нездоровы? Да. Нервы. Резкие перемены настроения. Шарль, не надоедай, месье Леон. С такими подробностями. О, мадам. Ла горди великолепен. Не правда ли? В Париже я слышал лучших исполнителей этой роли. Но Ла горди. Все же хорош. Ну, теперь, когда вы снова в наших краях, я надеюсь, вы будете по-прежнему заезжать к нам иногда, месье Леон. С большим удовольствием. А как поживает маленькая Берта? О, она очень выросла. И стала очень похожа на мать, да? А месье и мадам Омэ? Ну, все здоровы. Дела идут у них великолепно. О, сегодня такой жаркий день. Здесь так душно. Вам нехорошо? Нет, пустяки. Немного кружится голова. Вероятно, ты проголодалась. Мы так торопились в театр, что не успели проглотить тарелки бульона. Я предлагаю зайти в кафе. В кафе? Но антракт уже кончается. Может быть, лучше досмотреть спектакль? В последней сцене Лючия вышла с распущенными волосами. Значит, начнется трагедия. Ле Горди дает еще одно представление завтра. Можно прийти досмотреть. К сожалению, завтра мы уезжаем. Как шаль. Может быть, ты согласишься остаться одна, моя кошечка, и пойти в театр завтра с мадам Лермон? Не знаю, право, стоит ли. Идем. Здесь так душно. Шарна, дай накидку. Мадам. Ну, хорошо. У тебя есть еще время подумать. Прошу. Вселен. Прошу. Вселен. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...